Витя, а можно вас фотографировать и брату в Ригу отправить, чтобы не хуже, чем Европа, нафиг их страны? Не хуже, чем Европа, вообще ни разу. Илонка, а людка-то из второй парадной проститутка, а паблик-то вообще пидорас. Слушай, я же не знал, что он паблик. Вот, паблик, паблик-энеми. Друзья мои, сегодня с нами опять будет божественная Илона Маркарова, которая уже у нас снималась два раза и третья, я думаю, не последняя на самом деле. Почему? Потому что у нас сегодня маршрут, ну, по следам народной воли, там будут еще масса всяких других историй, безусловно, но основной мотив у нас этот. И также мы затронем тему партии максималистов, СССР-максималистов. У меня в руках традиционная шпаргалка 1984 года издания. Мы открываем ее на определенной странице, что мы здесь видим. В начале 1881 года главная конспиративная квартира исполнительного комитета размещалась в трехэтажном доме номер 2576 на углу Вознесенского проспекта Екатеринского канала. Екатеринский канал, это канал Грибоедова, и мы сейчас отсюда выйдем. На этот раз устройство центральной квартиры было поручено В. Фигнер и Г. Исаеву. В. Фигнер – это Вера Николаевна Фигнер, монолог которой вы как раз услышите в исполнении Илоны Маркаровой. А. Г. Исаев – это Григорий Исаев, динамитный техник. У него была кличка «Ферфлюхтер». «Ферфлюхтер» от немецкого «Ферфлюхт». «Ферфлюхт» – это «Проклятый окаянный». Это был один из трех динамитных техников. Был еще Ширяев и был еще Кибальчич. Про Кибальчича мы еще пару слов скажем. Так вот, собственно, двор. Я, когда сюда завожу свою группу, я всегда спрашиваю, какие должны быть основные критерии выбора конспиративной квартиры. Значит, она располагалась на третьем этаже. Окнами основными она выходила на улицу и частично она смотрела сюда. Один из главных, на самом деле, признаков, точнее, критериев, по которым это все надо выбирать – это повышенный трафик. Дело в том, что вот здесь, и если мы посмотрим, то мы увидим здесь оставшиеся вот эти вот арки – это вообще бывшие бани, в которые люди входили вот через ту арку, из которой мы в данном случае будем, наоборот, с вами выходить. И поскольку здесь был повышенный человека трафик, то им это было крайне выгодно, потому что, например, именно в этой квартире состоялись заседания, лихорадочные заседания, как их описывала Мария Шанина, в преддверии 1 марта, потому что пошли аресты. Арестовали Кибальчича, арестовали Баранникова, арестовали, самое главное, их крота в недрах царского ФСБ Клеточникова. В общем, подбирались, лихорадочно подбирались, и когда они объявили сбор всех частей, да, со всей страны, сюда приехали представители, они собирались именно в этой квартире, стараясь не палиться, где-то так по 25 человек. Но выяснили, как писала Фигнер в своих воспоминаниях, они собирались на предмет возможности инсурекции, то есть она даже еще не говорила восстание или революция. Выяснилось, что всего по всей стране наличных сил может быть на человек 500 максимум, что, конечно же, недостаточно. И самое страшное, безусловно, случилось 28 февраля, когда в доме на углу Невского проспекта и мойки, извините, фонтанки, вы об этом можете прочитать у меня, путеводители по Невскому проспекту, вот там располагалась эта квартира, очень важная в контексте нашего рассказа, арестовали Желябова у его давнего кореша, еще крымского Тригони, Тригони выпасали, Желябов попал, соответственно, в засаду. И вот Суханов, боевой офицер морской, который базировался в Кронштадте, прибежал сюда в эту, соответственно, квартиру, сообщил эту страшную новость. Что было дальше, я вам сейчас расскажу, а мы смотрим вот на это здание. Это же у нас Вознесенский проспект. И дело в том, что, естественно, когда мы слышим такое слово, как Вознесенский, Преображенский, Покровский и все такое прочее, это вам намекает на то, что, наверное, здесь была когда-то церковь. И действительно она здесь была. Я вам сейчас подставлю несколько фотографий, не только фотографий, но и даже акварельных рисунков. Она была прекрасно видна из народоуческой квартиры. А потом на этом месте было бы заведено вот это здание. Опять-таки, когда я здесь провожу экскурсию, я своих экскурсантов спрашиваю о том, в какой эпохе этот дом. И многие говорят, ну, наверное, там, 12 века. На самом деле, начало 20 века. Это уже такой совсем-совсем зрелый сталинский ампир. Ну, вообще, согласитесь, что если мы сюда посмотрим, вот на это здание, переведите, будьте столь любежим, мой замечательный оператор, на него еще раз показать. Это же, в общем-то, Карл Иванович Роси без пяти минут. То есть, чуть-чуть буквально подизменить, спрессовать этот портик, и вуаля, арка главного штаба, здание Сената и Синода, Александринский театр, Михайловский дворец. В общем, все, что мы любим. А на самом деле, это архитектор Лешневский. А вам зеленый свет? Прикинь? Здравствуйте. Здравствуйте. Не, не поедешь на зеленый свет? Не, поедешь. А, так я вот притягиваю магнитом, да? Прямо, вот, понимаешь? Даже гости из Южной губернии, вот, они не могут проехать мимо. Он прям реально, он остолбенел. Он встал. Здрасте. Бывает. Ой, подожди, не показали один дом очень важный. Семен, Семенович, чуть не забыл. Да, для этого мне сейчас потребуется еще одна книжечка. Так вот, Лешневский, мы сегодня с вами увидим еще два его строения. Вообще, он известен, во-первых, конечно же, зданием на Лахтинской, где сбили Мефистофеля больше всего. Но вот у него здесь еще есть дом городских учреждений и доходный дом Маргулиных, до которых мы дойдем. Собственно, дом городских учреждений вот там в конце уже выглядывает, но мы там еще сами окажемся. Но сменилась эпоха, сменилась власть, и вот Лешневский продемонстрировал себя как самый настоящий профессионал в области зодчества. То есть ему сказали, теперь мы одна, у нас опять классика, Сталин ведь. Помните мой выпуск про диктатуру в архитектуре, в Панарской заставе? Там я это активно и подробно описываю. Осип Сергеевич Сталин сказал, все, до свидос, функционализму, конструктивизму и всем этим вашим авангардом, гейропским, пиндосским. Давайте-ка нам нашу родную русскую классику. И вуаля, и Лешневский построил вот это здание. Прекрасно во всех отношениях. А нас интересует еще вот тот вот следующий дом, потому что. Ты вот его сними пока, я достану сейчас еще одну книжечку. Книжечку. Этот дом уже на самом деле связан с целой библиотекой, специально для вас набрал. Вот у меня очередная классическая книжка с ракунян Достоевский в Петербурге. Значит, открываем ее на нужной нам странице. Накануне женитьбы ФМ Достоевский нашел новую квартиру на Вознесенском проспекте, ныне проспект Майорова. Да, еще советское время, поэтому проспект Майорова. Дом 29. Вот. В доме Ширмер. Там он прожил с женой с февраля по апрель 1867 года. Этот дом Анна Григорьевна, с их вспоминать, называет домом Толя. Как не смешили мы со свадьбой, но не могли устроить ее ранее половины февраля. Надо было найти новую квартиру, так как прежних четырех комнат было для нас мало. Речь идет о нем, о его жене и о пасынке. Вход был внутри двора, а окна квартиры выходили на Вознесенский переулок. То есть, вот Вознесенский переулок, вот он там отходит. В принципе, мы же можем там и пойти. Кстати, вуаля, у меня родилась genius idea. Мы, собственно, сейчас туда и пойдем, и сделаем такую букву Г. И покажем вам и дом, в котором жил Федор Михайлович Шестоевский, и этот самый бывший Вознесенский переулок. Значит, квартира была во втором этаже и состояла из пяти больших комнат. Гостиная, кабинета, столовая, спальня и комнаты для Павла Александровича. Ну, Павел Александрович – это самый пасынок Достоевского. То есть, понимаете, у Достоевского нет бабла от слова вообще. Я рассказывал в своем видео про то, как они познакомились со своей второй женой Анной Григорьевной Сниткиной. Достоевский оказался в полном, так сказать, анусе. Ему нужно было сложить там 3000 рублей. Он заключил кабальный договор со Стиловским. Вот. То есть, денег нет, а вуаля, 4 комнаты уже маловато. То есть, надо уже как минимум 5. И вот в этом доме они эту квартиру и сняли. Ну, а потом случилась свадьба. Свадьба случилась у нас в Измаиловском соборе. Который, кстати, мы, скорее всего, увидим в конце. Сюда вот такой буквы Г. Сейчас он Красноградский, а тогда он назывался Вознесенским. Понятное дело по церкви Вознесения, которую мы только что видели. Так вот, возвращаясь к истории с этой самой квартирой. Когда арестовали Желябова, сюда, соответственно, собрались все оставшиеся члены Исполнительного комитета народной воли. Включая, конечно же, Софью Леону Перовскую. И было поставлено вопрос, что делать. Ответ был, дадим Навально, быстро действовать тут же. Потому что они знали, что царь ездит по воскресеньям. И ближайшее воскресенье это 1 марта, а мы говорим про 28 февраля. То есть надо было срочно это все делать. Как пишет Вигнер, дело было в 3 часа в субботу. В воскресенье. Бомб нет. Соответственно, они тогда снаряжают этого самого Исаева в магазин за всеми нужными припасами техническими. Он все дело покупает, приходит. И вот, значит, он, Суханов. Это сейчас уже про ликвидацию. Это на своих воспоминаниях пишет. Кто третий? Грачевский, да? Они втроем сделали, соответственно, 4 бомбы. Причем пришла изможденная Перовская. Ликвидировали до этого их квартиру. Я ее показывал, когда у нас была экскурсия по Семент-Сан. Красноармейской бывшей, соответственно, Роте, так она называлась. Потому что Желябова арестовали, они там вместе с Желябовым жили. Вот она пришла сюда, изможденная. Ну и Фигнер там, да, ночью помогала отливать грузики. Резала жесть. То, что она могла делать. А потом сама вырубилась с утра. Было готово, соответственно, 4 бомбы. И Софья Львовна Перовская именно из этой квартиры лично две из них оттараканила на тележную улицу. Это там была квартира, где жили уже Исаев и Геся Гельфман. Исаев, забегая вперед, застрелился. Потому что после ареста Рысакова, одного из бомбинтальщиков, он начал всех выдавать. И, соответственно, выдал эту квартиру на тележные улицы. И она вообще говорила, Софья Львовна Перовская, что если бы было на самом деле больше бомб, то она бы сама одну из них взяла. Мы просто вот успели сделать только 4. И сюда же, соответственно, в эту же квартиру пришли с известием о том, что покушение удалось. Потом, когда Перовская носилась совершенно сумасшедшая идея освободить Желябова, она как-то пришла сюда и сказала, Верочка, можно я теперь ночую? На что-то ответила Сонечка. Ну, конечно, можно. О чем ты спрашиваешь? Она говорит, я об этом спрашиваю, потому что если меня арестуют, то тебя повесят. Она говорит, ну, с тобой или без тебя, я все равно буду сопротивляться. Оказала, вот Фигнера показала на револьвер, который там у нее всегда на кровати лежал. И эта квартира была довольно быстро ликвидирована. О чем я скажу чуть позже, потому что сейчас мы с вами прервемся, ибо я вам покажу две фотографии. Давайте сейчас сюда встанем. Значит, одна вот туда. Обратите внимание, что лежит лошадь, и там даже мы видим, что находилась в этом доме раньше пивная лавка. А вторая, ну, она как бы сделана вот с той стороны улицы, вот на этот дом. И здесь мы узнаем вот эти два балкона, да, на той стороне канала. И тоже лежит лошадь. Значит, здесь мы уже с вами сейчас будем говорить немножко о другой истории. К последней квартире над удовольствием вернемся. Я почему так скачу, потому что, ну, мы гуляем, и в процессе, соответственно, такого онлайн предприятия мы, соответственно, не можем прямо вот так все степ-бай-степ рассказывать. Я иногда буду перекликаться, потому что там у нас будет участок такой более-менее пустой, во время которого я вам и расскажу все остальное. Значит, здесь неподалеку есть улица Казначейская, которая, кстати, в том самом районе, ну, микрорайоне, если быть точным, где проживал у нас Водор Михайлович Ростоевский, там, где и Столярный переулок, и Гражданская, и все такое прочее. И мы с вами идем, кстати, по большой подельческой, которая тоже имеет отношение к народной воле, но мы об этом поговорим в конце. И дело в том, что наследниками, правоприемниками партии народной воли была партия социалистов-революционеров, эсеров. И они провернули, я уже 28 тысяч раз об этом рассказывал, два самых своих громких теракта. Это убийство министра внутреннего дела Вячеслава Константиновича Плебе. Смотрите мои конкурсы по летнему саду. И, наверное, я уже выложу этот выпуск про Балтийский вокзал и все такое прочее. Я там непосредственно буду рассказывать про это. И, конечно же, великого князя Сергея Александровича, губернатора Москвы, дядя царя Николая II. Но проблема в том, что в какой-то момент от этой партии откололась, соответственно, группа молодых, агрессивно настроенных людей. Почему это произошло? Очень хорошо пишет историк Кан в своей книге про Наталью Климову, одну из выдающихся СССР максималисток. Причиной расхождения оппозиции со своим партийным начальством ярко архитризовала одна из оппозиционеров Куспенской. Она утверждала, что комитет осуществляет руководство, не считаясь мнением периферии. Комитет имеется в виду центральный комитет, руководство партии социалистов-функционеров. Периферии – это те, кто действует на местах. Главную роль в нем играют богатые и состоятельные люди, игнорирующие большинство. Представляете, да, вот эти все гоцы, азефы, черновы. В комитете процветает кумовство и непотизм. Вот хорошее слово «непотизм». Сейчас даже, на самом деле, редко используется вообще непотизм. Он процветал в католической церкви, когда папы раздавали там должности согласно своих предпочтениям. Оружие и деньги распределяются лишь по знакомству и личным связям. В связи с этим оппозиция требовала полной выборности всех партийных структур и автономности районных организаций. Кроме того, позицию упрекала Московский комитет ПСР. ПСР – это партия социалистов-функционеров. Пассивности, нерешительности, недостаточной реализационности. Короче, представляете, хотим демократии. Хотим демократии даже в недрах террористической партии. Что такое? Верхи захватили власть, верхи – олигархи. Деньги не по чину распределяются. Оружие распределяется кое-как, тоже по каким-то родственным связям. Всяким мажорчикам оно выдается. А мы, значит, этого не получаем. И выделил, соответственно, партию, которая назвала себя СССР-максималисты. Собственно, одно слово «максималисты» уже как бы вам намекает на характер происходящего. То есть их действительно не устраивала такая сервильность СССРовка, особенно, когда объявили 17 октября 1905 года свободы политические, свободы распределения и так далее. Ну и, соответственно, был прикрыт. Нравится? Все, герно. Да? Вообще огонь. Спасибо. Все для вас. Вау! Кому-ка, откуда ты? Я из Питера. Из Питера? А что ты за мной? Ну, для съемок специально сделали. Давай, удачи. Вот так вот. Хотя вот на Кавказе так не походишь. Мягко говоря. Вот. Значит, первое их успешное предприятие террористическое было, значит, ограбление общества взаимных кредитов и Линки. Там Мазурина этим руководила, я об этом снимал, в Москве рассказывал. А второе – это как раз в знаменитой экс-фонарном переулке. О нем очень подробно описал в своих воспоминаниях Александр Герасимов. И он, значит, говорил о том, что один из агентов… Дело в том, что у него был агент Азев, который прекрасно осведомлял его о деятельности ядра самого вот этой партии социалистов-фолюционеров. А вот в отпочковавшейся организации у него не было своего агента. Мне очень понравилась здесь одна… Я позволю вам прочитать. Значит, ну, Герасимов был заинтересован в том, чтобы максимально расстроить деятельность. Партия социалистов-фолюционеров. Я рекомендовал для этой же цели Азеву вносить расстройства финансы боевой организации. В тот период кассы партии и специальной боевой организации были полны дохода, исчислялось сотни тысяч рублей. Это значит, по нашим деньгах в миллионах. Для того, чтобы ослабить эти кассы, тем самым силу террористов, я советовал Азеву по возможности чаще делать из них заимствования на свои личные нужды, увеличивать сбережения на черный день. Впрочем, я очень скоро убедился, что Азев в этих советах не нуждался. Этим он занимался и до знакомства со мной. То есть он благополучно пополнял свои карманы из партийной кассы и без совета начальника царской охранки. Здесь мы опять сейчас прервемся ненадолго, потому что я вам хочу показать вот это здание. Более того, оно видно у меня из окна моей квартиры в доме Старухи Просенчис. Написано, что возобновлен 1884 год. Дело в том, что до этого здесь стояло здание по проекту Альберта Катариновича Кавоса. Это автор у нас Мариинского театра. И потом архитектор, который это здание перестраивал, перестраивал же и Мариинский театр. Архитектор этого зовут вот так вот. Виктор Шрётер. Я тоже здесь всегда спрашиваю у экскурсантов, что это такое. Собственно, этот вопрос я адресую и вам. На что это похоже? Ну, покажи его, что ты у меня снимаешь. Всему вас учить, молодежь зеленую. Так, значит, это у нас здание... Павел, это вы, да? Павел, это я. Павел, это я. Это я. У меня вдруг как раз хочет приехать и попасть на вашу экскурсию. Пусть приезжает и попадет. Да, да. Мы уже были с вами. Да, хорошо, спасибо. Сбил меня в смысле. Да, это здание декорационных залов Мариинского театра. То есть, короче, это склад. Склад, построенный по проекту Виктора Шрётера, который, еще раз напоминаю, и переделывал потом и Мариинский театр. Так вот. Декорации, хранящиеся в старом здании, подразделялись на три группы. Навесные в виде завес, арок, находящиеся в свернутом виде, короче, рулоны такие огромные. Затем станковые кулисы, части павильонов натянуты на деревянные рамки. Это наберет огромные такие вот такие штуковины. И, наконец, отдельные мелкие предметы, такие как камни, деревья, ну, в кавычках, и так далее. Значит, вот верхнее здание, обратите внимание, верхний этаж, значит, идут этажи, и посмотрите, что под ним этаж такой маленький-маленький-маленький-маленький. Почему так происходит? Потому что это зал, где писались декорации лёжа, а зимой, соответственно, чтобы пол подогревался, вот, соответственно, там были в этом маленьком этаже специальном размещены печи, которые подогревали этот пол. При том, что изначально Шрётер хотел за 72 тысячи рублей построить здание из несгораемых материалов, но таких денег не нашлось, и поэтому он за меньше, там, по-моему, за 60 тысяч он, соответственно, построил это здание. Вот, обогреваемый водяным отоплением этот этаж. Пол зала возвышался на сводами на 4,5 аршива, более 3-3,5 метров. Вот, дай я покладу, да, пойдём дальше. Сейчас нам надо будет перейти дорожку на другую сторону. Значит, Герасимов через своего другого агента, случайно оказавшегося вот в недрах СССР-максималистов, выяснил, что будет перевозиться, соответственно, колоссальная сумма, несколько сот тысяч рублей из Петербургского порта в казначейство. Интересно, что карету эту они нанимали. То есть это была даже не карета, собственность и не казначейства, и не охранного отделения. Всё, соответственно, Герасимов распорядился, что там был такой Кулаков. Значит, сейчас я найду это место. Тут он пишет про такого рыса, но мы про это не будем рассказывать. Вот, что тебе нравится? Лидия, можно вас фотографировать и брату в Ригу отправить, чтобы не хуже, чем Европа, на фиг, как странная? Мы не хуже, чем Европа вообще ни разу. Мы в некоторых отношениях даже, может быть, даже лучше, чем в Европе. Давайте вот так вот, чтобы было видно. Да, брату в Ригу. Всё, давайте. Там тоже снимают. Огромное вам спасибо, что тебе отказали. Всё для вас, всё для вас. Значит, весь наличный состав филёров был нами мобилизован и выведен под командой моего помощника, полковника Кулакова, которому я дал указание арестовывать всех подозрительных, кто только попадается на пути. Но как ты арестуешь подозрительных людей? У них на лбу не написано. Я террорист, я собираюсь ограбить банк. И тут, извините, да, такой рваный рассказ. Фу, ужасно. Автор скачет по темам, невозможно слушать, бла-бла-бла. Идите нахер. Ну, кому не нравится. Значит, вот, замечательное здание. Тоже всегда спрашиваю, что это такое. Потому что оно выглядит, ну, вот некоторые говорят там ДК. Некоторые говорят ещё что-то. На самом деле это трансформаторная будка. Нравится? Что, и тебе нравится? Ну, ладно. Это свои мобзины? Конечно, свои. А потом сбриваю. И год они растут, и потом опять. Здорово. Как и спите. Я не сплю, я это смываю потом. Что думаете, я с этим... Красота. Красота. Тра-та-та. Борода какая-то. Борода какая-то. Это, ребятки, здание трансформаторной будки для городского трамвая, построенного по проекту замечательнейшего архитектора Зазерского. Вот если мы перейдём с вами дорогу, если мы перейдём с вами дорогу, дорогу, если мы с вами перейдём, то мы увидим здесь даже мемориальную доску. Транспарант подстанции городского трамвая. Зазерский, он у нас известен тем, что потом ещё построил, ну, помимо прекрасных зданий и всех остальных, господи, здания общественных туалетов. А вот тут совсем недавно была размещена ещё одна совершенно, ну, невыдающаяся, к сожалению, но напоминание про человека, который жил и работал. Это про Кудин-Горский. Я, возможно, вам напомню, потому что, возможно, вы видели эти фотографии. Это цветные фотографии. Он снимал их по всей Российской империи. А потом они оказались в Соединённых Штатах Америки, в библиотеке Конгресса США, на сайте которого, собственно, абсолютно свободно их можно скачать. Они не обременены авторским правом. Ну, в общем, какие-то картинки я, например, его сейчас вам подставлю. Но я уверен, что если вы в интернете не первый день, то, возможно, вы это дело видели. В общем, действительно, в это дождливое утро в 12-м часу дня в районе фонарного переулка Екатеринского канала, где мы, как и знали, должно было произойти нападение на помощника казначей таможни, значит, было большое движение, в толпе были, конечно, налётчики. Но как можно было брать кого, неизвестно. Филёры были растеряны. Потом один из них докладывал мне про одного из революционеров. Стоял я с ним под воротами, спрятавшись от дождя, вёл разговор. А он был из первых, кто бросил бомбу. То же самое было и в ресторане. Сам полковник Кулаков сидел рядом с лицом, которое, оказалось, потом командовало отрядом. В общем, всё произошло мгновенно. Выскочили, кинули бомбы, убили лошадь. Тут же подъехала вторая пролётка, где сидела дама под вуалью. И, ну, в принципе, мы сейчас здесь ещё окажемся, но мы сейчас можем хитро пройти. Вот это здание, съезжая часть, это его пожарная часть, куда, кстати, Раскольников ходил на допрос. Это есть у нас в этом самом романе. Пойдём, пройдём двориками и выйдем на Екатерининский канал. Перекинули в эту карету, соответственно, деньги в мешках, и она моментально уехала. Некоторых членов этой прекрасной организации арестовали. Такой, 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 такой. Побежал, побежал, побежал. Это, смотрите, тоже лежбище котов. Ну, а что, а ты самая смелая или смелый? Нет, ну, похоже, ты смелая. Ой. Почему у меня нет айфона? Вот поэтому. Потому что у меня телефоны одноразовые, могу сказать. Покупая самое дешманское китайское говно. И сейчас от этого. Здесь, кстати, обратите внимание, традиционный рассказ. Это вот бывшие петли. То есть это подсобные помещения, подсобный флигель, где были и конюшины, и сарай, и много ещё всяких подсобных дел. Он стоит прямо по центру. По логике вещей, конечно, здесь надо сделать садик, посадить деревья. Но сорян, это Питер, капиталистическая столица Российской империи. Ряд людей нам удалось взять на границе. Часть денег также удалось найти, правда, незначительно, да. Из экспроприированных 600 с лишним тысяч рублей крупная сумма осталась у экспроприаторов. По делу в Фонарном переулке семь человек были приговорены к военно-полевым судам к смертной казни. Военно-полевой суд, это такой суд, который в течение 24 часов решает, кто прав, кто виноват, выносит приговор. И, в общем, всё, обжалованию это не подлежит. Мы проследили также Медведя Соколова и арестовали его. Медведь Соколов, это как раз гражданский муж Натальи Климовой, глава этой партии социалистов-фролюционеров. У них роман очень концептуально похож на роман Желябова-Кировской. Тех, кто был арестован, повесили, кстати, в Кронштадте, а трупы скинули в море. То есть вот и такое было, да. Я всегда рассказываю, что казнили террористов либо в Лисем-Носу, либо в Шлиссельбурге. Но вот ещё, пожалуйста, вам яркий пример в Кронштадте. Но в Кронштадте старались не казнить, потому что это оказывало такое удручающее воздействие на военных, моряков. Всё-таки одно дело воевать с видимым врагом, а другое дело, когда на твоих глазах предают смерти молодых людей, собственно, граждан твоей же собственной страны. Вот, мы это убираем обратно. Здесь мы с вами вышли. Ну, это Никольский собор, понятно. Есть прекрасная картина Евгения Лансере, которая показывает вот этот Никольский рынок. Такая у нас традиционная история с ним связана. Он долгое время был у нас на ремонте, пока его не переделали в гостиницу. А там сейчас внутри такое общественное пространство. Мы не пойдём, потому что туда очень можно прекрасно ходить с дитями, например. Вот этот дом, ну не этот, а тот дом, который стоял на этом месте, и вот там дом с той стороны сада, это вот один из потенциальных адресов старухи-проценщицы. То есть официально считается, что он находится на углу Среднеподьяческой и канала Грибоедова, но Достоевский, он писал, что он был на углу Канавы и Дюре Ая-улицы. То есть Ая-это может быть, в принципе, и Садовая улица. Мы с вами вернёмся, на самом деле, к нашей прекрасной, в кавычках, народной воле. Убит Александр Второй. Вообще, они же как планировали? Всё, Александр Второй будет убит, и как бы на этом типа всё. Всё заиграет новыми красками, всё хорошо, всё замечательно. Но даже сам Желябов, по воспоминанию Ашанина, и когда происходили их собрания, там, лихорадочные, даже он не верил в успех тотального восстания и понимал, что максимум, чего они добьются, это просто того, что чуть-чуть им будет дано побольше свободы. Что, кстати, и не случилось. Случилась принципиально обратная вещь, как и предсказывал Георгий Валентинович Плеканов, когда они разошлись во взглядах ещё до формирования партии «Народная воля». Случилось это в городе Воронеже, точнее, под ним. И Фикнер, она продемонстрировала, вот прекрасную в колечках поговорку, что аппетит приходит во время еды. Потому что она, например, настаивала на том, чтобы лавку Кабозевых на Малой Садовой улице не ликвидировать, давай сейчас здесь пристанем, не будем лежать, а оставить её, чтобы убить уже наследника престола или министра, который поедет по этой улице. То есть, понимаете, изначально они декларировали, что мы убиваем только Александра Второго. А потом понеслась душа в рай. Многие ей возразили, она назвала это трусостью, что тоже многим не понравилось. Ну и когда была арестована львиная доля членов исполнительного комитета, как здесь написано, во-первых, арестовали Исаева, этого флюхтора. Фигнер был уверен, что адреса своего он не назовёт и не спешила покинуть квартиру. На следующий день она принялась увязывать скопившиеся у них ценные комитетские вещи, шрифт, паспурное бюро, динамит, оборудование, химическая лаборатория. Вившиеся по её зов офицеры забрали большую часть вещей. Это морские офицеры имеются в виду. Последние два узла внесли Ивановская и Теретьев. Ивановская, это Прасковья Ивановская, которая потом отжигала вместе с Савенковым в партии СССР. Фигнер перевернулась ещё одну ночь, вутом 3 апреля Исаева опознали дворника дома. Когда полиция ввелась квартиру, самовары и угли в печке были ещё тёплыми. Но об этом пишет Вера Николаевна в своих воспоминаниях. Вот этот дом сейчас в лесах, а если бы мы посмотрели на него до революции, то мы увидели бы там прекрасную булочную знаменитого булочника Филиппова. То есть это один из его, соответственно, бранчей, как бы мы сейчас сказали. И сидит Став. А если бы мы посмотрели вот туда, то мы бы увидели даже последствия наводнения, которое было в этом месте. Ну, я рассказывал, что когда наводнение происходило, то вода, она поднималась у нас, ну, максимально она поднималась только три раза, да, 77-й, 1777-й, 1824-й, 1924-й год. А так-то она раз в три, там, четыре года могла вот там, ну, по лодыжечку приплывать. Ну, и тогда было небольшое а-та-та. Вот здесь, на этом самом месте раньше стоял дом, в котором жил Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот там такая висит, соответственно, это же не доска, мемориальная, просто какой-то плакат. В нем он написал стихотворение на смерть поэта. Именно поэтому это многострадальное здание до сих пор не могут и не отреставрировать, потому что денег нет, и не снести, потому что не дают, поскольку у него есть охранный статус. А так-то, я думаю, здесь бы уже давным-давно стоял бы какой-то апарт-отель на радость тех инвесторов, которые это все дело купили. Мы с вами приближаемся к дому городских учреждений. Ну, это так интересно, что, кстати, функция здания практически не потерялась. Сейчас там, например, МФЦ находится, да. Сделан он по лекалам у нас таких европейских ратуш, а даже чем-то напоминает замок с такой угловой башней. Там у нас есть совы, один из обязательных атрибутов, да, вообще стиля модерн, ну и вообще вот этой вот национальной истории. Но гораздо более... Я вам подставлю на самом деле вот этих сов, чтобы вы их увидели в большом формате. На углу зашифрован у нас герб Петербурга, немногие вообще это считывают, потому что, видите, он такой серый, неприметный. Но, тем не менее, скипетр и два якоря. Причем здесь конкретно эти якори кажутся одинаковыми. На самом деле, если присмотреться, они разные. Справа якорь речной, слева якорь морской. Вот. Это, соответственно, знак, означающий функциональную принадлежность дома. И Лешневский, мы это уже наблюдали, собственно, на Петроградке, у него совершенно потрясающий дом с котиками. Он здесь, конечно, оторвался в оформлении, которое не так хорошо просматривается со стороны фасада, который смотрит на Вознесенский проспект и на Садовую улицу. Зато, если мы с вами сейчас зайдем ненадолго во двор, то там нас ждет совершенно потрясающий трэш Угар и Садомия. Надо сказать, пока мы идем, что не все адреса у нас народной воли известны. Потому что, например, один из адресов на обводном канале, где была динамитная мастерская, и где встречали Новый год с 1880 на 1881 год, никто не помнил, никто не знал. Вот, посмотрите, ну, хватит тебе, дострелят. Во-первых, вот до этих вот мышей летучих. Ну, а во-вторых, вот там вот еще, видишь, сидят такие, даже не горгульи, да, горгульи, они как бы торчат. Ну, и вот очень похожий элемент с домом на нынешней улице Ленина, на углу с Малым проспектом, да, вот эти вот под треугольными, это даже не аркера, я не знаю, как это назвать. Такой элемент. Там тоже такие рожи выдвигаются. Давай я пока положу очередную эту. И достану последнюю книжку, которая нам потребуется, и больше я уже не буду тут ничего доставать. Ну, мы, в принципе, успеваем. Люди спрашивают про экскурсию. Значит, посмотрите, какое совершенно фантастическое, ампирное сталинское здание. Оно построено по проекту Евгения Адольфовича Левенсона и Игоря Ивановича Фомина на месте бывшего рынка. Александровский рынок он назывался. И вот как удивительно иногда ты встречаешь информацию там, где ты ее, в общем-то, даже и не ждешь встретить. Вот у меня есть книжка, вот такая вот, из той же самой серии, что и про народовольцев. Значит, это книга про Лебедева. Я ее вообще стал читать, потому что мне надо все-таки как-нибудь доснять маршрут от Ленина до Крестов. А заканчивается он, ну и часть всего проходит по улице Лебедева. Бывшая вообще Нижегородская. Что, ну давай, фоткай меня. Павел. А, привет, привет, привет. Значит, открываем. Ну, Лебедев это, как бы, человек, открывший синтез каучука, да. Имеется в виду, что раньше каучук был натуральный, а была большая, соответственно, потребность сделать искусственный этап. Понятно, для каких целей. И вот Лебедев, собственно, этим и занимался. У него была жена небезызвестная, Остроумова, поэтому она известна как Остроумова Лебедева. Она автор совершенно потрясающих тоже рисунков, афортов. Вот, может быть, часть я вам сейчас подставлю. Некоторые вы знаете. И самое главное, конечно, это целый пул ее работ, посвященный блокадному Ленинграду. Жили они на нынешней улице Лебедева. Спасибо, Кэп. Вот, такая, соответственно, ну, во-первых, тут написано о том, что в начале 20 века в художественных магазинах Петербурга появились гравюры старинных японских художников в книжке «Мангуа». «Мангуа» — это манга, да, вот то, что сейчас манга, вот здесь это написано как «мангуа». Аниме еще не было. Вот. Ну, и всевозможные другие фигурки. И вообще этот стиль назывался не очень таким благозучным словом «жапанизм», а слово «жапол». «Жапол» — это по-французски «япония». Ну, «джапан» по-английски. «Жапол» — это по-французски. То есть это была крайне модная история. Даже Ван Гог делал копии, соответственно, японских художников, да. То есть если стиль китайский, китайщина, еще в эпоху Екатерины II, допустим, назывался «шенуазри», тоже от французского слова, потому что по-английски это «чайна», по-французски «шенуа». «Шенуазри» — это, соответственно, у нас китайщина. То есть вот японский стиль крайне популярный, бла-бла-бла. И что мы здесь читаем? Большинство работ японских художников Сергей Васильевич, как и другие петербургские коллекционеры, покупал на Александровском рынке. То есть на самом деле вот этого, понятно, всей этой советской истории не было. Здесь, если я сейчас подставлю фотографии, мы увидим как бы и внутренности этого рынка, и как эта Садовая улица выглядела раньше. Там, кстати, была и часовня внутри, как и в Апраксином рынке в том числе. Этот рынок, где любители старины, библиофилы, собиратели всех хвостей, могли приобрести много интересного. Существовал почти три четверти века на участке между Садовым. Ну, короче, вот он описывает, где он был. По галереям рынка разместили маленькие лавочки, магазины со всевозможными товарами. Здание существовало до 1932 года. На его умеществе, по проекту нового привинственного фамина, построили общежитие института текстильной легкой промышленности. Это имеется в виду, конечно, с той стороны. А это уже другое здание. Еще в 1906 году Сергей Васильевич, случайно проходя по Александровскому рынку, купил приглянувшуюся ему половину ширмы, с наклеенными на ней 12 японскими гравирами, знаменитого Хиросиги. Вы помните, да, этого знаменитого Хиросиги? Стоило Анне Петровне дома увидеть ширму, как она тут же вновь отправила Сергея Васильевича на поиски второй половины. Созгла, ты чего? Купил только одну. Красиво же, иди, ищи вторую. Трудно представить радость Анны Петровны, когда поездка мужа внечалась успехом, и они, оба, любуясь покупкой, осторожно и внимательно приводили в порядок чудесные произведения восточного искусства. Новые хозяева ширмы оказались способными исправить нанесенные временем и небрежным удрощением повреждения. Короче, он тут нашел у нас сначала одну половину ширмы, а когда жена сказала так, давай, иду, ищи вторую, он нашел и вторую. Повезло ему. То есть, это такая была глобальная, в том числе и толкучка, да, что-то типа современной там, уделки только удельного рынка, на которой, кстати, вот наш замечательный фотограф Юрий Молотковец даже уже экскурсию водит. У него там, ну, вы видели, может быть, мой выпуск, где мы идем к нему в мастерскую, и он показывает, соответственно, свои раритеты, там найденные за много-много лет его деятельности. Ну, а мы сейчас, во-первых, надо нам финализировать вот с историей с той квартирой. Вот, допустим, был убит у нас что? Александр Второй, да? Ну, и в итоге... Сейчас я это найду. Карабчевский. Это знаменитый адвокат, в общем-то, представитель интеллигенции и даже отчасти либеральной интеллигенции. Царствование Александра Второго с первых же шагов было сплошной его травлею из-за угла. И не чему удивиться, чтобы от конца его царствования это уже был травленный заяц. Кстати, это слова его супруги. После того, как на него покушался Александр Соловьев на 20-й площади, она писала в своем дневнике, что сегодня его травили как заяц. Видите, какой распространенный образ. А вовсе не самодержавный монарх, не знавший, где и как искать опоры. И самого убийства его перовской кампании накануне какой-нибудь конституции, могущей открыть брешь к правительственному и политическому развитию России, не было ли все тем же характером, девизом нашей недисциплинированной интеллигенции, все или ничего. Это вот пишет человек, который, по идее, сам себя к интеллигенции причислял. Конституция имеется в виду проект Лорис Меликова о приглашении представительских... Все, я потерял слова русские. В общем, был такой проект, приглашать уже простых людей, ну как простых, естественно, с определенным цензом, чтобы они участвовали хотя бы просто в обсуждении каких-то законопроектов. Ни о какой там конституции еще речи, конечно, не было. И вот это очень частая ошибка, когда говорят, что убийство народовольцами Александра II, оно как бы лишило России конституции. Нет, никакой конституции там еще не предполагалось. Но это был такой очень серьезный шаг навстречу. Здесь мы с вами подходим к еще одному дому, построим по проекту Легшневского. Но тут надо сказать еще про одного прекрасного человека. Это у нас композитора Соловьева-Седова. Василий Павлович Соловьев-Седой. Некоторые переводили его сокращенный ВПС. Слушай, пошли вот сюда заглянем. Хотя нет, здесь у нас нет ничего интересного. Мы заглянем потом в совершенно огненную парадную. Я вам покажу. Там просто есть что посмотреть. Здесь просто нечего. Всероссийская партия Совести его называли. А он стебался. Давайте-ка я сейчас переименуюсь из Василия в Константин. И тогда все лозунги мои. Ну и все, что он ВПСС, а так бы он был КПСС. Вот видите, здесь есть реально доска. Он здесь жил от 50 по 79 год. Его песни многие из вас знают. Это и потому, потому что мы пилоты. Очень многие песни его были написаны вместе с Алексеем Фатьяновым. С замечательным. Поэтому он жил в Москве на Басманной улице. На Новой Басманной. И в здании Басманного общества. И вообще Соловьев Седовой говорил, что, господи, у него такие стихи, там мне особо музыки-то придумывать и не нужно. Прямо вот он приносит их, и у меня уже музыка в голове готова. Давай перейдем улицу. Но, конечно, самый знаменитый его, во-первых, он один из первых, если не самый первый в мире, который написал военную песню в стиле колыбель. Это Соловьи. Соловьи, Соловьи. Написали буквально там за пару часов гостиница «Москва». И там единственную правку, которую они внесли, там один генерал, услышавший за стенку, как они это поют, он позвонил и сказал, что вы можете заменить слово «ребята» на «солдаты». Пусть солдаты немного поспят. И они эту правку, естественно, приняли к сведению. Знаете, есть у нас такая тема с мистическим Петербургом и со всей этой вот трихомодией. Я вам хочу показать одно место. Вот это. Тут, по-моему, есть... А, нет, нету, да? Но было, да? Теологический центр Сокомпетербурга – место духовной силы города. В качестве стыка дорог к трем храмам. Исаакиевский, Никола Багиевленский морской и Свято-Троицкий. Это измайловский, действительно, Свято-Троицкий. Никола Багиевленский там, Исаакиевский там. То есть мы с вами находимся на стыке духовного, всего такого прочего. Значит, я сейчас просто... Ты подснимай, а я за кадром вам прочитаю, что вам нужно знать, когда вы сюда придете. Это Ксения Петербургская, наша почитаемая, значит, святая. Сама эта икона – это Ксения Блаженная, которая конкретно здесь обозначена как дочь матушки России. Саму легенду про Ксению я рассказывать не буду, потому что об этом надо говорить, конечно же, на Смоленском православном кладбище, где находится часовня в ее честь. Вкратце надо сказать, что она просила называть себя именем ее умершего мужа Андрея Федоровича. И в этом плане очень интересная фраза в описании, соответственно, этого места. Андрей Федорович ушел в лучевую цивилизацию, в скобочках «мир иной». Ну и панчлайн 11 декабря 2009 года в топологическом центре города поставлен дорожный киот к памяти россиянки Андрея Федоровича, к сакральных свершению просьб. Так что, если у вас есть какие-то сакральные просьбы, то вам сюда. И, конечно же, одна... Вот, кстати, пожалуйста, Исаакиевский собор, посмотрите, какая перспективка замечательная. И, конечно же, одна из самых известных его песен это... Это вы пока подумайте, какая песня, потому что данный стоп-кадр позволяет нам заглянуть в прошлое уже с точки зрения кинематографа. Перед вами кадры из фильма «Кортик», еще первой его формации 50-х годов. И обратите внимание, что здесь когда-то ходил трамвай. Более того, он идет на мост. Мост реально существовал, он был специальный трамвайный, его мы можем видеть на старых фотографиях и даже на старой карте, специально обозначенным. По Никольскому переулку идет красная линия, это линия трамвая, которая зигзагообразно перетекает в Измайловский проспект. И делает она это через упомянутый мост. И, конечно же, одна из самых известных его песен это «Подмосковные вечера», то, что звучало на радио «Маяке». Вообще, изначально должны были быть ленинградские вечера. Эту песню не хотели пропускать. Вот у нас в Советском Союзе была чудесная история, связанная со структурами типа «Союз композиторов», «Союз художников», «Союз писателей», «Союз инфекторов», где руководящие органы решали, что ты будешь петь, что ты не будешь петь, что канает, что не канает. Да, представьте, сейчас бы такое существовало. Ну, оно пытается возродиться, но надолго этого не хватит. И эту песню зарубили. То есть мы сказали, правильно, слабая песня. Эта песня одна из самых исполненных в мире вместе с бесами мучи, к слову. Я вот был в Пекине, и мы когда поднимались на… у меня есть выпуск об этом. Мы когда поднимались на «Телебашню», я там услышал «Подмосковные вечера» на китайском. Вот, это было, конечно, просто крайне удивительно. Ну, и у него была личная трагедия, у него родилась дочь, и вот когда дочери был 11 месяцев, он ей такие часики хотел показать, как они тикают, а она не отреагировала. Он тогда включил будильник, а она не отреагировала. Короче, прикиньте, у него родилась глухая дочь. То есть у композитора, который там ей «Колыбельный» писал, родилась глухая дочь. Это для него был абсолютно просто… ну, понятно, да, трагедия жизни. Ну, специально для нее он в Москве создал первый в мире, соответственно, музыкальный театр для глухих. Писал для них музыкальные пьесы, и она, соответственно, стала там ведущей актрисой по понятным причинам. А здесь мы сейчас с вами приостановимся ненадолго. Вот посмотри вот сюда, покажи эту парадную. Ну, вообще, давай, знаешь что, давай покажем этот дом, собственно, доходный дом Маргулиных. Построенный по проекту того же архитектора Лешневского. Ну, сначала тут был дом построенный по проекту вашего любимого архитектора Саленкофера. Да, вы же помните такого нашего русско-славянского парня? А потом вот в стиле такого прямо палаццо был построен вот этот замечательный дом. Там выделяется такой орел на балконе. Это был дом-манифест, да, то есть как и дом Вавильберга, как и этот дом Маргулиных, что там еврей был владельцем, точнее, лицоисповедующее иудаизм, что здесь они заявляли о вот этих своих новых деньгах, о новом бизнесе. И как раз они пригласили Лешневского, который был мастером перестройки уже существовавших зданий, в новое. Обратите внимание, причем, что вот если, например, посмотрите на второе, то что вы видите, что здесь есть до сих пор полно коммуналок. Спасибо, друг, пропустил ты нас, и мы пошли вперед. Соломона Маргулина, спасибо, Соломона Маргулина, его взяли в заложники, после того, как Леонид Канегисер убил Моисея Урицкого на Дворцевой площади. Я об этом два раза рассказывал в своих экскурсиях. Вот человек крикнул, что он смотрел все мои экскурсии, возможно, он ее и видел. Боже, вот представляете, что можно встретить в городе. Вот здесь, конечно, гораздо интересней. Посмотрите, какая здесь лепнина, во-первых, кисонированный потолок, очень круто отреставрированный подъезд, колонны. Здесь раньше был у нас, понятное дело, ковер лежал, был швейцар. На самый верх не пойдем, потому что просто времени нет. И вот даже здесь, видите, лепнина сохранилась. Вот здесь и вот там. То есть вот так вот планировали делать богатые дома. Специально такие, видите, рифленые здесь сейчас сделаны ступени. Сохранилась древолюционная плитка на полу. Но очень серьезный интерес представляет один элемент, который я вам сейчас покажу. Давай еще раз сюда рыбку выйдем. Если присмотреться вот к этому парадному подъезду и кверху, то вы видите, что здесь два воина, и у одного штыки конечная звезда на щите. Если мы посмотрим вот на тот собор измайловский, в котором, как я уже говорил, венчался федер-механический советский, там тоже ступени конечные звезды. Но там они являются древнехристианским знаком, звездой царя Соломона. Извините, звездой Давида. Ой! Да, Соломон это пятиконечная звезда. Все время путаю. А вот здесь, на самом деле, по рассказам местных жителей, была тайная иудейская молельня. И вот этот знак, по нему, собственно, и опознавали. Потому что это уже начало 20 века, и уже звезда Давида начинает потихонечку становиться символом иудаизма. Хотя, как вы знаете, самый главный символ – это, конечно же, семисвечная минора. Вот. И вот этого Соломона Марголина арестовали, его дальнейшая соба неизвестная. То есть, кого-то выпускали из заложников, потому что, ну, рассказали у нас ЧК, что слишком много арестованных евреев, как бы, надо тоже какой-то баланс иметь. Вот. Ну, то есть, видите, да, вот два строения Лишневского. А начинали мы совершенно потрясающего его дома, вот, в классическом стиле уже советской эпохи. Ну, мы с вами подходим к большой разночинной улице. Ну, давай я сейчас на последок, все-таки, раз уж, раз уж мы здесь большой разночинной. Какой большой разночинной? Что я несу? Я несу, конечно, доброе, вечное и прочее, но это же у нас большая подьяческая, а не большая разночинная. Так, тут у нас Измайловский полк, Вознесенский проспект. Сейчас, будь здоров. Да, где она, второй половине меня. Малая садовая. Сейчас мы уже близко. Мы уже близко. Тариро, да, 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 прошло 20 лет. С января по весну 1680 года адрес Динамитной мастерской, Большая Подьяческая, дом номер 37. Квартира номер 27, в которой была мастерская, расположена на пятом этаже, частью в лицевом доме, частью в правом двором флигеле. Да, но тут интересный эффект на пятом этаже. Дом четырехэтажный, а на пятом этаже, дело в том, что с улицы он четырехэтажный, а изнутри пятиэтажный. Три окна трех комнат обращены во двор. В квартире было три комнаты, кухня, коридор, туалет. К ней примыкал чердак. Во время Великой Отечественной войны бомба попала вместо стыка домов номер 35 и 37. Да, и, соответственно, я даже подставлю вам эту фотографию, как это дело выглядело. Да, кстати, о птичках, чуть не забыл. Если с той стороны посмотреть, там же огромное количество фильмов мы можем изреть. Я отдельно сейчас врез делаю. Там, ну, только вот туда, на самом деле. Да, вот оттуда туда. Еще один фильм, в котором фигурирует эта же локация, две жизни, это такая советская агитка. Обратите внимание, какую массовку могли собрать на подобное кино, а также на рекламу обуви, которая висит на доме 39 по Никольскому переулку. В фильме этот перекресток виден с двух планов. Сначала с верхнего, а потом со среднего плана, и это практически наш топ-кадр. Ну, а далее, где происходит расстрел демонстрации, на заднем плане мы видим все то же самое Измайловский собор. Ну, про два фильма я вам уже рассказал, а про Балтийское небо. Вот этот дом на углу Никольского переулка и Большой Подьяческой улицы. А главный герой заходит в дом Марголиных. Ну, я думаю, именно здесь самое время поместить потрясающий монолог Илоны Маркаровой. Из выступления Веры Николаевны Фигнер на суде. Последнее слово. Наступил, наконец, самый памятный день моей жизни. Самый патетический момент суда, когда председатель, обращаясь к скамье подсудимых, особенным, торжественным голосом говорит «Подсудимый, вам принадлежит последнее слово». Последнее слово. Сколько значения и какого значения в этой краткой формуле? Подсудимому дается случай. Единственный по необычайной и трагической обстановке и последний. Последний, быть может, в жизни случай. Выявить свой нравственный облик, выяснить нравственное оправдание своих поступков, своего поведения и во всеуслышание сказать, что он может сказать, что он хочет сказать и что он должен сказать. Если момент упущен, то человек, которого судят или которого готовы осудить, уж выслушан не будет. Его голос замрет в каторжной тюрьме или умрет со своим обладателем на эшафоте. Сколько мучительной тревоги испытала я в одиночестве своей камеры в ожидании этого дня и этого часа. По обстоятельствам дела я являюсь центральным лицом процесса, главным действующим лицом этого дела. Предшествовавшие процессы создали для меня, арестованный после всех, совершенно исключительное положение. Это положение обязывает. Как последний член партии «Народная воля» и представитель исполнительного комитета я должна говорить на суде. А по настроению мне не до произнесения речей. Я подавлена состоянием дел в нашем Отечестве. Сомнений нет. Борьба, протест окончены. На много лет наступает темная реакция, морально тем более тяжелая, что ждали не ее, а полного обновления жизни и общественного строя. Борьба велась неслыханно жестокими мерами, но за них платили жизнью. Надеялись и уповали. Но народ безмолвствовал и не понимал, а общество молчало, хотя прекрасно понимало. Колесо истории было против нас. На 25 лет мы опередили ход событий и остались одиноки. Мои товарищи по исполнительному комитету были арестованы и осуждены раньше меня. Одни из них погибли на эшафоте, а другие сейчас умирают медленно от истощения в стенах Алексеевского равелина. Вся организация партии «Народная воля» представляет собой обломки. Тайное общество, потрясавшее своей деятельностью не только Родину, но и весь цивилизованный мир лежит, поверженное. Без всякой надежды восстать в скором будущем. И в то время, как мой организм потрясен и подавлен тяжелыми условиями двухгодичного предварительного заключения, а душа изломана и опустошена тяжелыми переживаниями, наступил момент исполнить во что бы то ни стоило последний долг перед разбитой партией и погибшими товарищами. Прозвучали слова председателя. Мое имя было названо. Наступила неестественная тишина. Глаза всех присутствующих обратились ко мне. И все уже слушали. Хотя еще ни одно слово не сорвалось с маяку. Позднее на этом месте выстроили новый дом. Фасад дома номер 37 стал менее протяженным, утратив четыре окна с правой стороны. Но квартира 27 почти не пострадала. Ее план не изменился. Хозяином этой квартиры являлись Анна Якимова и Георгий Исаев. Самый у нас по кличке немецкий. Именно сюда, здесь действительно готовили динамит для взрыва, в Зимнем дворце. Именно сюда пришел Степан Халтурин после того, как этот взрыв был осуществлен. Осуществлен, к сожалению, не очень удачно. Для народовольцев довольно удачно, для царской семьи. Потому что принц Гессенский опоздал. И они, соответственно, в столовую не вошли. Халтурин сюда прискакал, когда ему сказали, что царь не пострадал. С ним случилась самая настоящая истерика. Но самое интересное здесь было потом. Он здесь скрывался. А у них были очень хорошие отношения с дворником, который, соответственно, они устроили здесь даже праздник. Дворник попросил в квартиру предоставить какие-то именины, на которые был даже колоточный одзиратель местный. А Халтурина, это зима была, его надели в шубу и, соответственно, отправили на чердак. И он там через световое окно глядел на всю эту движуху, как народ веселится, а он тем временем, соответственно, самый разыскиваемый на тот момент государственный преступник, скрывается на чердаке. Потом Халтурина переправили в Одессу. И там они с Жоловаковым совершили покушение на прокурора Стрельникова. Убили его. Стрельников был известен как, соответственно, такой очень жестокий преследователь революционеров. Вот здесь, кстати, отличная фотография. Есть такой осмотр ТО машин той эпохи. И что мне нравится, что там под бампер почему-то подсовывают к домкрату, хотя, как мы знаем, это не очень приветствуется. Ну, это ради, понятно, ради фотографии это было сделано. Значит, их схватили, ну и Александр Тетий распорядился, чтобы их казнили просто без суда и следствия тут же, в течение 24 часов, потому что, естественно, свои настоящие имена и фамилии они не назвали. И кто бы знал, что в Одессе был повешен тот самый Степан Халтурин, за которым гоняется пол Российской империи. Ну и, в общем, мы с вами даже, видите, идем тем же путем. А пойдем, знаешь что? Сейчас сколько времени. Желательно, так все не будем ловить. Пойдем так. Хочу вам показать еще один дом по проекту Литтера Шрётера. Раз уж пошла такая пьянка, нам все равно в ту сторону идти. Значит, что я хочу сказать. Ну, во-первых, сейчас для вас, естественно, по традиции, под прекрасный музыкальный трек будет проходка наша очередная. То есть, ну только в данном случае мы будем гулять по Лиговке. У меня там уже маршрут-то снят. А сегодня у меня экскурсия, которая вот уже там через полчаса, я не знаю, как мы это все дело успеем. Но я думаю, что мы успеем. Мы все всегда успеваем, как и бравые революционеры. Здесь мы зато можем с вами показать более крупное вот это вот. Общественное движение не все равно. Гвоздь в горле, кость в горле, значит, российских девелоперов. Финский ветер берега достиг, целое море, красный гвоздик. Находясь под кайфом, я вижу многое, переносится, дружит с белой дорогою. Дилер сегодня пуст, как осенний куст, только слышен уставшего сердца хруст. Недо, недоношенное счастье, судьба сдала карты, не той масти. Дом, где я живу, бетонный кокон, пустые глазницы, металлопластиковых окон. Они занавешены, они молчат. Жизнь, интернет, общение, чат, и раздирающая изнутри пустота. Я бы спел пролюбить, да только рифма не та. Ночный клуб, туалет, две белые дороги, и что я имею в итоге? Белый рубин, белый рубин, дорога станет чище, без проколотых шин. Я растворяюсь, я удаляюсь, дыхая теплый и жгучий бензин. Много причин, много причин, чтобы нюхать пыль. Для слабых мужчин искусство может быть строже. Смерть оставляет мне выход один. Выход один Выход один Выход один Напоминаю вам, естественно, про книжки. Вот тираж про русско-японскую войну я уже третий напечатал с пристрелом на следующий год. И сейчас уже второй тираж остросоциального романа «Корень» я допечатал. Ну а, соответственно, путеводитель Планерского проспекта, он живее всех живых. То есть все эти книжки есть, как у меня на сайте, их можно приобрести так, собственно, и... После экскурсии их можно купить, в этом случае я их подписываю. Очень многие спрашивают, когда хотят купить книгу, что можно ли ее прислать с автографом. Я этим не занимаюсь по одной простой причине. Да, я знаю, что некоторые подписывают книги за какой-то экстра-мани, но я этого не делаю. Мы относим книги просто в коробках на почту, там они сами все упаковывают в специальную бумажку. Не бумажку, а вот эту пупорчатую пленку и рассылают. Поэтому мне не очень удобно это все делать. Хотите автограф, приходите на экскурсии. Нет? Сорян. Но! 28 миллионов раз меня спрашивали про то, что не собираюсь ли я делать свой мерч. Я говорил, что нет. Это еще даже когда я делал проект «Расти чужой взгляд». Меня об этом неоднократно спрашивали. Я говорил, что нет, не собираюсь. Поскольку, ну, это как бы, ну, не мое. Мы тем временем сейчас прервемся, потому что вот еще одно здание. Это уже типичный кирпичный стиль, типичный кирпичный. Это экипажное здание, экипажное заведение дирекции императорских городских театров. Что же вы понимали, это, короче, гаражи. Прим-ринки. Да, а вот там вот это, вот это задник декорационный, декорационного зала. То есть, с той стороны он такой благородный, а здесь он такой, видите, зелененький он был. Но у меня скопилось уже немало достаточно потрясающих фотоснимков. И вот тут я подумал, что да, возможно, имеет смысл заморочнуться и сделать мерч довольно оригинальный. В чем он будет выражаться? Это будут фотографии, специальным образом напечатанные на твердом основе. Там будут два вида, скорее всего. Вы будете выбирать, какой вам больше подходит. И двух форматов, побольше и поменьше. Стоить это будет, естественно, дорого, потому что это авторские снимки. Я еще мечтаю промоутировать, ну, и как бы продвигать фотографов, которые со мной работают. И на нем, вот как раз на этом снимке, можно будет сделать автограф. Как с лицевой, так и с обратной стороны, в зависимости от того, как вы это хотите оформить. Вот так вот выглядят фотографии среднего размера. Они напечатаны на холсте. Холст загнут с обратной стороны на подрамник. И, кстати, пока я тут с вами за кадром отвечу на многочисленные вопросы постоянные. Когда в Москву, когда в Москву, вот 30-го будет две экскурсии. И, возможно, еще одна будет в середине недели. А когда я приеду после этого, скажу честно, не знаю. Анонс уже есть на сайте. Everybody Welcome. Процедура очень простая. Вы залезаете на сайт в определенный раздел, который будет вам специально указан, написан под этим видео. И выбираете фотографию. Выбрав эту фотографию, вы, соответственно, пишете о том, какого размера, что вы там хотите, чтобы было написано. Ну и пойдем быстренько переведем. Мы опаздываем, нам нужно, сорян. Вот. Ну и понятно, там адрес и все остальное. Мы это специально для вас заказываем в конторе, которая, значит, эти фотографии печатает. Я это лично, там, специальным, соответственно, маркером подписываю и вам высылаю. Я думаю, что это будет, во-первых, А, довольно интересный оригинальный подарок, потому что, ну, знаете, эту вечную проблему, выйдете на день рождения, еще куда-то что дарить. Это первый момент. Ну, а Б, собственно, это вот как раз, мне кажется, это очень неплохой вариант того самого мерча, который, в отличие там от футболки или еще чего-то, его действительно можно повесить на стену или поставить на стол, или, я не знаю, там, над унитазом разместить, кому что, или торжественно сжечь, или начать втыкать туда иглы с посыланием проклятий и всего остального. В общем, это все зависит от вас. Да, и вот этим я, собственно, и собираюсь заниматься. Плюс это неплохой, мне кажется, подарок ко всяким праздникам и гендерным, и там, новогодним, и всяким прочим-прочим. Поэтому вот вам, пожалуйста, такая новость, лично от меня. Ну, а на этом все, друзья мои. С вами был гид Павел Перец, который, как вы видите, делает жизнь ярче, я надеюсь, счастливее. Надеюсь, вас я тоже так же сделал сегодня. Ну, и немножечко я вам добавляю информацию в ваши головы, возможно, что-то из этого будет оседать, и, возможно, в следующий раз, когда вы будете приезжать в Петербург, или если вы тут живете, как многие пишут, специально ходить по этим маршрутам уже с моей информацией, то вы будете открывать что-то новое. Точно так же я абсолютно не против, чтобы какие-то мои коллеги использовали мои ролики в своих целях. Пожалуйста, используйте информацию, можете даже ссылаться, мне не жалко. И вуаля, мы с вами вот. Божечки, кошечки, гости из Екатеринбурга идут к нам. Это невозможно. Это невозможно. Я знаю, точно невозможно. Я еду в аэропорт сейчас. Ты едешь в аэропорт? Да. А что ты там будешь делать? Ты будешь улетать в Екатеринбург? Да ты что? И тут я. Да? Да, я иду забирать чима, да, и все. Да? Зачем ты ходишь на экскурсии по Павлу Персу, этому извращенцу? Ты же такая молодая потенциально. Вообще отвратительно. Выглядит просто потрясающе. Вместо того, чтобы, как пишут старые пердуны, общаться с нормальными мужчинами строгих правил. Мне нравятся строгие костюмы в вашем стиле. Да, тебе нравятся строгие костюмы в нашем стиле? Ну ладно, хорошо. Ну вот ты попала в ролик. Жесть. Жесть, почему жесть? Я в шоке, я просто иду домой, думаю, эх, улетаю домой. А так оно обычно и происходит. А мне, прикинь, у меня 6 часов экскурсии, а я вот сейчас вот только еще здесь. Ну вот так вот оно и происходит. Почему я все время в мыле прилетаю? Давай попрощаемся с... А, да, да. Во-первых, мы попрощаемся с нашим замечательным гостем из Екатеринбурга. Привет себе, прилетай. Конечно. Я вообще рада вас видеть. У вас оператор тоже. Видишь, какая хорошая, воспитанная девочка. Не то, что некоторые. Ну а вы оставляйте комментарии там. Увидимся, пока. Я вас покажу. Давай, 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 давай.